Дело в отношении, они все время говорили, не идите куда-то, выжженный город, а мне куда-то ездить. Они не хотели, чтобы люди выходили в бунки. Они все время говорили одно и то же, домов нет. Все выжжено, все разбомблено, да, мы тянем. Типа не ходите туда, там плохие парни, они вас дают. Мы знали, мы знали о коридорах из радио, у нас было радио. Мы ловили волны и мы знали, что есть коридоры, мы не могли до них добраться. Нас не выпускали. Нас держали в бункере и просто не выпускали из завода. Мы пора это услышали, коридор, коридор, а как нам? Нас военные не выпускают, говорят, мы вас туда не выпустим. Там нехорошие люди, они вас сейчас расстреляют, они вам сейчас, ну короче, туда вам нельзя. Ну и прикрывали Стива Нумер, что вашу безопасность переживаем, да, поэтому возвращайтесь в бункер. Бункер самостоятельно, мы работаем в заводе вместе с мужем. Да, мы самостоятельно пришли туда 26 февраля, понимая, что это безопасное место. Конечно, мы об этом не могли подумать. Это гражданский объект, это место, где мы работали. Мы не могли представить, что это, поверьте, если бы я понимала, что со мной там такое случится, я бы, естественно, туда не пошла. Нет, мы шли туда спасать свои жизни и жизни своих детей, мы понимаем, что это, ну, как бы, надежное укрытие. Мы же не могли, уже все, уже не пускали. Видимо, я так подозреваю, что они уже пришли с целью того, что мы здесь в Камсинском. Ну, я так из радио узнавали информацию. Вообще военные нам не доносили, нет, это не было. Нет, чтобы пришли военные и сказали, ребят, коридор, выходите. Нет, такого не было. Мы знали информацию, ну, из радио. Но мы пытались выходить, а нас не пускают. У нас семья решила единогласно, в Украине у нас не было. Но если мы и решим вернуться, только в Мариуполь, но не на Украину. Что за приятное? Скажем так, Украина как государство, да, вот как я, в каждом городе Украины, ну, оно для меня умирало. Мне очень обидно было, что вот так с нами поступают.